Уважаемые коллеги, преподаватели и гости, я очень рада присутствовать на этой конференции и быть ее участником. Хочу, пользуясь моментом, сказать, что мое исследование, наше совместное исследование с Волгиной Натальей Анатольевной посвящено тематике специфики участия Нидерландов в глобальных цепочках добавленной стоимости. Также хочу выразить ей отдельную благодарность за ее всесторонную помощь и поддержку. Итак, перехожу к каким-то базисным понятиям. Хочу сказать, что в последние десятилетия глобальные цепочки добавленной стоимости сокращаться они будут как ГЦДС, как вы видите на слайде, чтобы просто не путаться. Они стали определяющей характеристикой мировой торговли товарными услугами. Но основной, конечно, посыл этого слайда обозначить цель работы и дальнейшей статьи. Это, во-первых, выявить факторы, которые все-таки оказали влияние на интеграцию Нидерландов в глобальные цепочки добавленной стоимости. И также я хотела бы обозначить в своем докладе особенности интеграции с отраслевой и географической точки зрения. По ключевым словам вы примерно тоже можете себе представить, о чем пойдет дальше речь в моем докладе. Так, приступаю дальше. Перейдем к методологии тоже, чтобы примерно представлять, на каком базисе мы собирали информацию и строили свое исследование. Статистических баз исследований глобальных цепочек добавленной стоимости достаточно много. Их всего, ну, наиболее общепризнанных их шесть штук. Но мы для своего исследования выбрали элементат Euro Global Value Chains Database. Она наиболее всеобъявлющая на данный момент. Основными показателями степени интеграции этой части страны в цепочке является, во-первых, совокупный экспорт и импорт добавленной стоимости, зарубежная добавленная стоимость в валовом экспорте страны. То есть это получается стоимость импорта, которая закладывается в экспорт товара в другой страны. Внутренняя добавленная стоимость в валовом экспорте – это, получается, добавленная стоимость, созданная внутри страны и входящая в ее экспорт. Внутренняя добавленная стоимость, инкорпорированная в экспорт третьих стран – это та часть внутренней добавленной стоимости, созданной внутри страны, которая затем в дальнейшем используется в экспорте третьих стран. И также наш самый главный показатель это индекс участия стран в глобальных цепочках добавленной стоимости. Он показывает многоэтапный процесс внутри глобальных цепочек добавленной стоимости и рассчитывается, как вы можете увидеть на слайде, это непрямая добавленная стоимость или ВДС инкорборированная, плюс часть зарубежной добавленной стоимости экспорта, деленная на совокупный экспорт добавленной стоимости. В общем-то здесь был краткий экскурс в основные показатели и вот на основе них мы строили свое исследование. Переходим уже непосредственно к результатам. Начнем с динамики мировой торговли добавленной стоимости. Вы видите у себя на слайде и как вы видите из этого рисунка, что после резкого спада в 2008 году в связи с финансовым кризисом мировая торговля добавленной стоимостью начала постепенно восстанавливаться. И после некоторого спада тоже замедление в 2015 году она демонстрировала в последующие годы лишь незначительный рост. Причем, что я хочу отметить, то что некоторые эксперты говорят о стагнации роста торговли добавленной стоимости, как и в целом торговли товарами. По состоянию на 2018 год объем мировой торговли добавленной стоимости составил 31 триллион долларов, а средний мировой уровень зарубежной добавленной стоимости в мировом экспорте снизился до 28% по сравнению с 30% в 2007 году. Кто-то переключил мой слайдик? Ну ладно, мы к нему еще придем. И получается, что эти изменения в соотношении зарубежной и внутренней добавленной стоимости, они объясняются замедлением процессов экономической глобализации, но ввиду несколько неблагоприятных экономических условий, сложившихся в недавние годы. И в частности с тенденцией сокращения мировых прямых иностранных инвестиций. Так, дальше мы перешли к слайду показателей участия Нидерландов в глобальных цепочках добавленной стоимости. Также эта табличка достаточно показательная. Здесь вы можете увидеть также те самые основные показатели, которые я обозначила в методологии. Но основным, конечно, по целому здесь является индекс глобальных цепочек добавленной стоимости за 2018 год. Как вы можете видеть, для Нидерландов характерен один из самых высоких уровней участия в глобальных цепочках. В 2018 году, по нашим расчетам, они заняли третье место. В 2017 году, по аналогичной методологии, они занимали второе место по версии World Investment Report 2018. И получается, в 2018 году они уступили Норвегии и Бельгии. Но не сильно, конечно, отличаются показатели, но для рейтинга это весомо. В 2018 году совокупный колландский экспорт добавленной стоимости составил 822 миллиарда долларов, из которых 46% пришлось на внутреннюю добавленную стоимость, а 54% на зарубежную добавленную стоимость. То есть больше половины экспорта Нидерландов приходилось именно на иностранный импорт. Точнее, не приходилось, а состояло из иностранного импорта. Несмотря на то, что все вот эти вот 10 стран имеют высокие показатели вовлеченности в глобальной цепочке добавленной стоимости, причины и факторы, которые повлияли на эту интеграцию, они различаются во всех странах. Дальше я хотела бы привести конкретный пример Нидерландов и указать некоторые факторы, которые повлияли на их сильную интеграцию в глобальной цепочке добавленной стоимости. Во-первых, Нидерланды являются региональной штаб-квартирой и логистическим центром для операций мультинациональных компаний, и благодаря своему удачному географическому положению и либеральному законодательству в области международной торговли и инвестиций, страна стала играть важную роль в качестве глобального сервисного технологического и офшорного центра. Во-вторых, благодаря наличию крупнейшего в Европе морского порта в Роттердаме, Нидерланды получили мощные конкурентные преимущества в локации для транзитной торговли, что также повлияло на высокий уровень их интеграции в глобальной цепочке добавленной стоимости. В-третьих, Нидерланды, как промышленно развитая страна с относительно узким внутренним рынком и ограниченными природными ресурсами, вынуждены полагаться на широко использование иностранных промежуточных продуктов для своего экспорта. Ну и, наконец, в-четвертых, Нидерланды отличаются очень высоким уровнем реэкспорта своей торговли, что также позитивным образом коллерирует с высокой долей зарубежной добавленной стоимости в валовой экспорте и высоким уровнем интеграции в глобальной цепочке добавленной стоимости. Так, дальше я хотела бы перейти уже к проблематике отраслевой специфики участия Нидерландов в глобальной цепочке добавленной стоимости. Хочу сказать, что бывают обратные связи и прямые связи. Обратные связи – это зарубежная добавленная стоимость в валовой экспорте Нидерландов, А прямые связи это внутренняя добавленная стоимость Нидерландов, инкорпорированную в экспорт третьих стран. Итак, начнем мы с обратных связей, то есть зарубежной добавленной стоимости в экспорте Нидерландов. Как вы можете видеть на слайде, что 50% экспорта в 2017 году приходится на реэкспорт. То есть вот оно, прям на графике половина. Это очень много. Высокая доля реэкспорта объясняется рядом факторов, которые я также упоминала в своем докладе ранее. Нидерланды это центр европейской транзитной торговли. Еще со средних веков их называли воротами в Европу. И морской порт Фроттердама служит важнейшим центром, где осуществляется процедура таможенной очистки экспортных и импортных грузов множества стран. На Китай приходится около 13 поставок всех реэкспортных товаров из Нидерландов. На Японию 6, на США тоже 6. Но это на слайде не представлено, это просто как для информации. Наибольшая часть голландских реэкспортных товаров происходит из Германии. 16% поставок всего реэкспорта. Также после экспорта второй наиболее крупной отрасли импорта добавленной стоимости, включенной в экспорт Нидерландов, являются продукты химической промышленности и химические продукты, продукты питания и напитки. И кокс, реферинированная нефть и ядерное топливо также следуют за ними. Также давайте перейдем с вами к прямым связям. То есть здесь, как я уже говорила, представлена голландская внутренняя добавленная стоимость, включенная в экспорт третьих стран. Получается, что наибольшая доля голландской внутренней добавленной стоимости, использованной в дальнейшем международном производстве, приходится на химическую промышленность и химические продукты, добычу сырой нефти и природного газа, оптовую розничную парковлю, прочие виды деятельности. Также хотелось бы отметить феномен сельского хозяйства и охотничества в Нидерландах. Сельское хозяйство, конечно, отлично развито в этой стране. Она занимает третье место по поставкам томатов. Также она лидирует по поставкам семян, овощей, цветов, семян на посев также и прочее. Так, давайте перейдем с вами к географическим особенностям участия Нидерландов в торговле добавленной стоимостью. Вы можете увидеть эти особенности на графике у вас на слайде. Основными странами-донорами добавленной стоимости для совокупного экспорта Нидерландов являются Китай, Германия и Бельгия. То есть откуда происходит зарубежная добавленная стоимость в голландском экспорте. Для этих стран основными статьями экспорта добавленной стоимости в Нидерланды для обработки экспорта являются такие продукты, как химикаты, химические продукты, продукты питания и напитки, автомобили, прицепы и полуприцепы, машинное оборудование, базовые металлы, радиотели и коммуникационная температура или экспорт. Также я отметила в докладе своей коллеге Даши Соколан то, что были инвестиции в NXP7, это полупроводники. Вот они как раз попадают у нас в категорию радиотелекоммуникационной аппаратуры, потому что эти полупроводники используют как раз-таки в радиотехнике, ну и в прочих передаточных устройствах. Так что вот, решила немножко связать эту тематику и сказать, что эта информация была актуальна также для моего исследования. И так, получается, что на эти группы товаров приходится от 70 до 80% всей зарубежной добавленной стоимости из указанных стран в составе экспорта Нидерландов. Далее переходим к основным странам-получателям голландской стоимости, которая включается в их экспорт или производство. Ими стали, соответственно, Германия, Бельгия и Италия. И, получается, основными продуктами промежуточных товаров Нидерландов, которые наиболее востребованы в их производстве и экспорте, стали, опять же, химикаты, химические продукты, оптовая и розничная торговля, сырая нефть и природный газ, а также услуги, нежность добычи нефти и газа, продукты сельского хозяйства и дичь, основные металлы и прочие виды деятельности. Таким образом, от 40 до 50% от совокупной добавленной стоимости Нидерландов, инкорпорированной в экспорты Германии, Бельгии и Италии, приходится как раз-таки на эти группы продуктов. В принципе, с результатами я, наверное, уже завершаю свой доклад, поэтому хотелось бы как-то подвести итог, перехожу к заключению и выводам. Также обозначу, что цель работы состояла в выявлении особенностей высокой интеграции Нидерландов в глобальной цепочке добавленной стоимости, были рассмотрены эти особенности с отраслевой и географической точки зрения. И хочу сказать, что мы пришли к выводу, что высокий уровень участия страны в глобальных цепочках добавленной стоимости обусловлен в большей степени высокой долей зарубежной добавленной стоимости в алом экспорте страны, что является следствием высокой доли реэкспорта в голландской торговле. Этому во многом способствовало географическое положение Нидерландов, Нидерландов, превратившие в центр транзитной торговли с благоприятным либеральным законодательством. Главным двигателем развития глобальных цепочек добавленных стоимостей является также мультинациональные компании, а Нидерланды как раз являются родиной множества крупнейших и влиятельнейших компаний в мире. Для примера, в список Fortune Global 500 вошли 11 голландских мультинациональных компаний, в основном из финансово- и пищевого секторов. В наибольшей степени также в глобальной цепочке воплечены такие отрасли голландской экономики, как химическое, пищевое, сельское хозяйство, производство электроприборов, а также отрасль добычи нефти и газа. В наибольшей степени партнеры из Германии, Бельгии и Китая участвуют в голландских глобальных цепочках добавленной стоимости. В принципе, я свой доклад завершила. Если у кого-то есть вопросы, я готова на них ответить.